Как обычно, в 17 часов стартует бизнес-класс на Финам.ФМ. Я Георгий Вербицкий в студии. Сегодня будем обсуждать персональные финансы. Это, в общем-то, то, что касается каждого. В любом случае, человек, который как-то участвует в хозяйственных отношениях, он получает какие-то деньги, он какие-то деньги на что-то тратит. И, собственно, по сути, либо он учитывает это как-то, либо он пытается это как-то контролировать, либо он пускает это на самотек. И, собственно, в какой-то момент может очутиться в такой ситуации, когда он понимает, что его расходы существенно превышают доходы. И, соответственно, тогда, наверное, шансы действительно накопить какие-то деньги и стать богатым человеком достаточно сильно отдаляются. Так что тема, я думаю, что затронет каждого нашего слушателя. Помогать мне эту тему обсуждать, освещать будет Михаил Попов, основатель компании «Изи Финанс», независимый директор ряда отечественных компаний, имеет 15-летний опыт работы на руководящих позициях в довольно известных компаниях «Магнит», «Амтел», «Борг» и другие. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну что ж, предлагаю начать, на самом деле, с новостей текущих. То, что сегодня происходит. Ничего, можно сказать, такого кардинального, что касается бизнеса, наверное, сегодня не произошло. Но вот, по крайней мере, данные макроэкономические продолжают поступать. Объем международных резервов увеличился на 5,6 миллиарда, то есть уже больше, чем 522 миллиарда у России. Мне кажется, вот когда я вижу на эту цифру, мне кажется, что это очень позитивно, поскольку наличие такого большого количества накопленных денег у нас, в общем, является некой подушкой. Подушкой безопасности. Да, для каких-то возможных негативных событий, вроде кризиса, например. Ну, это немножко напоминает ситуацию у наших пользователей, потому что мы ведем статистику и видим, что порядка 10% дохода они держат уже в накоплениях, то есть имеют возможность держать в накоплениях. Вопрос, как они этими деньгами распоряжаются, какие цели ставят. То же самое в наших валютных резервах. То есть наличие кубышки – это неплохо. Вопрос всегда, для чего эта кубышка, как она будет, в принципе, использоваться, насколько мы будем правильно ее инвестировать. Потому что просто держать деньги в чулане – это, на мой взгляд, абсолютно неправильно, и деньги должны работать. Так же, как вы, думают очень многие люди, и я помню эти дискуссии на тему того, нужно ли держать такой большой стаб-фонд, может быть, потратить это на, скажем, на какую-то инфраструктуру, на дороги, на, возможно, помощи нашим проблемным зонам, образованию, здравоохранению и так далее, нежели чем просто держать эти деньги. Ну вот, по крайней мере, политика сейчас такая, что держим. И, в общем, в кризис это помогло. Ну, помогло прожить кризис, но не поможет нам как-то двигаться более быстрыми темпами, правильными темпами куда-то в светлое будущее. На мой взгляд, все-таки, это политика сдерживания страны, и, грубо говоря, мы погасим все свои ошибки вот этим стаб-фондом. Но будут еще большие ошибки там, и этого стаб-фонда не хватит. Все-таки надо развивать страну и вкладываться, действительно, в целевые вещи, которые там через 10, через 20, через 30 лет дадут отдачу. То есть, на мой взгляд, страна должна видеть вот такими горизонтами свои инвестиционные цели, и на это и расходовать деньги. То есть, китайский вариант строить города, строить дороги, в каждую деревню асфальтовую дорогу. Да, заниматься образованием, вкладываться в образование, строить платформу в стране для миграции к нам ценных кадров со всех стран мира, на самом деле. Потому что я буквально сегодня смотрел одну статистику, и все-таки размер 1,7 часть суши 140 миллионов. Ну, мы рассчитываем там свой рынок, да, и так далее, для себя считаем. Но рынок мизерный получается глобальный, если рассматривать там страны Азии и так далее. Потому что я вот буквально... Ну, возьмем Индию, там, миллиард. Да, я вот буквально недавно вернулся в Калифорнию, ну, ездил там по вопросам инвестиций и так далее. И действительно, 140 миллионов это мало. И нам нужно очень большие усилия приложить, чтобы страна заиграла, как говорится, в правильном направлении. И нужно менять политику, миграционную и так далее, и так далее, чтобы действительно стать вот таким хорошим... Ну, как бы, страной хорошей для развития, для правильных людей. Сейчас же мы имеем там миграцию неправильную, не ту, которую нужно, там, в нашу сторону, в сторону нашей страны. Поэтому, на мой взгляд, если возвращаться к стаб-фонду, все-таки банка под кроватью, набитая с деньгами, это уже прошлый век. Мне кажется, еще не то, что нас мало, а мы очень сильно разбросаны по территории. То есть, вот, взять Японию, например, да, вот эту плотность населения, взять Россию, где вот огромные пространства и всего лишь 140 миллионов. То есть, это дополнительную некую сложность создает. Да, и при этом 20% населения такое ощущение собралось в Москве, да? Да, но, как бы, такая очень централизованная структура, есть Москва и есть периферия. То есть, вот, в Америке той же, там, такого нет. Есть Калифорния, есть Нью-Йорк, есть Чикаго и так далее. Ну, окей, тем не менее, резервы растут, соответственно, но отток капитала. Сегодня Минэкономразвитие оценило отток капитала из России на уровне, с начала текущего года, на уровне 52 миллиардов долларов. А деньги, как бы, утекают. И будут утекать. За счет чего, как вы считаете, Михаил? Я скажу, просто, опять же, свой личный опыт, свои личные ощущения. Вот, за эти полгода был за границей порядка трех раз и периодически читал новости нашей страны. И вот такой резкий контраст каждый раз был, настроение серьезно падало, ухудшалось. Поэтому, я думаю, что отток продолжится. То есть, это видят инвесторы. То есть, что это из-за новостей? Это, ну, политических, экономических. Политические новости, да. Те движения, которые происходят в стране, я думаю, что они подталкивают наиболее, там, каких-то аккуратных людей, консервативных, в сторону уменьшения рисков и вывода капитала. Ну, это подтверждается движениями нашего фондового рынка, который, как традиционно, обвалился у нас в мае, как обычно, уже последние, я не знаю сколько, пять лет уже происходит такая история. Ну, и, собственно, вот недавно тоже, буквально, буквально на самом деле на днях мы видим сейчас опять движение вниз. Уж не знаю, как бы, насколько оно будет серьезным. Но об этом, наверное, в программе «Сухой остаток» Олег нас просветит чуть позже. А мы продолжаем общаться, продолжаем общаться по поводу личных финансов. Ну, главный вопрос, Михаил, зачем? То есть, зачем начать вообще, начинать учитывать личные финансы? То есть, ну, вроде как, что-то есть, тратишь, где-то зарабатываешь. В принципе, ты, в общем, видишь примерно свое сальдо, то есть, остается у тебя что-то или нет. Для чего это нужно сделать? Ну, смотрите, на самом деле, учет финансов – это вторично, первично – это целеполагание. То есть, прежде всего, человек должен поставить перед собой цели, которые, естественно, за собой потянут финансы. Я про цели как раз и говорю. Вот какими целями нужно, какие цели можно реализовать с помощью этого средства – учета личных финансов? Ну, цели любые, от добра до зла, на самом деле. Для любой цели необходимы финансовые ресурсы, накопления. Поэтому логика нашего сервиса такова, что ты должен бюджетировать свой доход и расходы таким образом, чтобы в конце месяца у тебя оставалось 10% дохода. Накопленного, да? И это суммировалось с предыдущим остатком денег, и ты увеличил свою финансовую подушку. Но сама финансовая подушка, она необходима только для определенной финансовой независимости. Ну, как мы… у нас есть там виджеты соответствующие там финансового положения и так далее, которые показывают, допустим, размер безопасного остатка денег. О чем это имеется в виду? Если сотрудник теряет работу, то у него должен быть там запас на 6 месяцев поиска работы, спокойный период, такие должны быть накопления, да? Вот это первая цель, которую человек перед собой должен поставить. Я просто сейчас хотел немножко так, в общем, профилософствовать. Вот смотрите, по сути же, что такое учет личных финансов? Это, по сути, решение тратить сейчас, либо тратить потом. Причем деньги, которые у вас есть сейчас, и деньги, которые из них, собственно, получатся потом, могут быть абсолютно разные. То есть, насколько я помню, то ли Уоррен Баффетт, то ли кто-то такой же известный говорил, что мне просто очень не тратить, например, 100 долларов сейчас, потому что я знаю, что эти 100 долларов – это 2000 долларов потом. Ну, есть такая хорошая шутка про Microsoft, что у кампуса Microsoft стоит много автомобилей стоимостью 200 тысяч долларов, хотя они стоят 20, потому что на эти деньги можно было купить акции Microsoft, да? То есть, люди сделали вложения, да, и сделали их неправильно, можно сказать, да, в этой ситуации. Но в любом случае, тратишь сейчас или тратишь потом, ты должен соизмерять выгоды от этого. Чаще всего люди тратят на бездельные вещи, на ненужные вещи, на банальные потребления, излишние потребления. И это мы видим, в принципе, с ростом достатка. То есть, мы анализируем портфели, да, расходов и так далее. У нас есть там внутренняя статистика. И видим серьезный крем в сторону все-таки развлечений, каких-то там подарков и так далее. Но мало в сторону образования и в сторону роста там своего здоровья там и так далее. То есть, некие краткосрочные цели, ущерб долгосрочный. На самом деле, я вспомнил вот один интересный момент, один интересный момент. Был такой эксперимент, проведен тест на мармеладку. Да, да, да. Среди детей, когда ребенка запускали в комнату, где на столе лежит мармеладка, ему говорили, ну, я не помню там детали, но ему говорили… Три минуты подожди, если… Ну, подожди, ну, не три минуты, больше, минут 20 там или час надо было ждать. И если ты дождешься, ты получишь не одну мармеладку, а там, условно, пять мармеладок. И смотрели, запирали ребенка в этой комнате, где ничего, в принципе, кроме этого стола, и мармеладки не было. И, ну, по крайней мере, то, что я там видел в этом тесте, там говорилось, что те дети, которые, значит, соответственно, не могли в себе вот найти некую такую силу воли, стратегическое видение и брали одну мармеладку, они в итоге в жизни оказывались менее успешными. Хотя, конечно, я, честно говоря, не очень понимаю, как можно такой эксперимент… Они делали эксперимент порядка 20 лет. А, то есть все-таки действительно так. Да, и действительно там не час, потому что для детей время улетит быстро, там, три минуты. И люди, там есть съемки, можно там в Ютьюбе посмотреть. Да-да-да, я видел этот ролик. Да, соответственно, как дети пытались себя удержать от съедания одной конфетки, а получаешь две. Но действительно такой момент и в накоплениях. То есть ты можешь сейчас переступить через свое потребление, желание вот потратиться и сэкономить, и завтра ты можешь получить гораздо больше. Вот эта философия такая должна быть. И есть основной принцип накопления – это заплати сначала себе. Этот принцип заключается в том, что ты не в конце месяца 10% откладываешь, что сэкономил, а сразу откладываешь 10%. И тогда себя загоняешь в некие рамки, в которых всегда ты уложишься. Так человек устроен, что он всегда садаптируется, найдет возможность потратить правильно эти деньги. Но эти 10% он уже отложил. То есть не излишки, а, соответственно, именно вот… Как целевой расход. Как заранее. Да, целевой расход должен быть от накопления. Где-то я этот принцип видел, по-моему, у Киосаки. Ну окей, значит, мы сейчас обсуждаем вопрос личных финансов. По сути, это вопрос тратить сейчас или тратить потом, сохранять деньги, чтобы получить больше, либо нет. Ну и, собственно, продолжим обсуждать эту тему и разовьем ее дальше через минуту 3 после новостей. Продолжаем обсуждать учет планирования личных финансов. Обсудили то, что действительно это делать надо, поскольку это может принести действительно шанс стать более обеспеченным человеком, чем вы сейчас, если откладывать там какую-то часть. Вопрос, как это делать, мы обсудим чуть позже. Ну, на самом деле, я просто скажу для себя, для чего мне, допустим, хотелось бы иметь какой-то инструмент для управления личными финансами. Ну, во-первых, для того, чтобы жить жизнью, которая нравится, потому что если есть какой-то капитал, его можно пускать в работу. Если этого капитала нет, то ничего не сделаешь. То есть ты вынужден, ну, знаете, да, по киосаке, по сути, всегда быть наемным работником, продавать какую-то свою голову, там, свою... Ну, да, и как только ты остановился, ты попадаешь, соответственно, в серьезные риски, да? То есть ты все время должен бежать, да, на этой беговой дорожке. Да-да-да. Иметь возможность, собственно, менять свой образ жизни, менять свой стиль жизни, как мне нравится. Еще раз представлю гостя. Попов Михаил, основатель сервиса easyfinance.ru. Независимый директор ряда отечественных компаний. Ну, easyfinance – это сервис, насколько я понимаю, который позволяет как раз учитывать личные финансы, да, то есть забивать, вот, что называется... Ну, мы начинали с того, что нужно было вводить руками. Посрочно. Да, а сейчас мы интегрируемся с банками и получаем автоматическую информацию по банковским картам. Соответственно, это серьезный приток уже и пользователей, потому что многих сдерживало то, что нужно большую дисциплину проявлять в этом вопросе, вести руками, да, вести учет. Сейчас он подключает определенные банки, карты этих банков и, соответственно, уже автоматом получает в систему свои платежи, доходы, расходы и уже больше тратит время на анализ ситуации, на постановку цели, чем на конкретный учет. Михаил, а вот как вы считаете, насколько много людей у нас в России ведет учет своих расходов и доходов, вот именно, ну, сейчас не будем говорить как, просто ведет, либо не ведет. Мне кажется, что не очень много людей. Кстати говоря, уважаемые радиослушатели, вы можете высказаться, если вы ведете учет личных финансов и сказать почему, либо, если вы не ведете учет личных финансов, тоже сказать почему. Вы можете позвонить на наш сайт, телефон, во-первых, код города 495, а сам телефон 6510996, либо написать на сообщение на сайт финам.фм, высказаться. Мне кажется, что таких людей, в принципе, немного. Я исхожу, может быть, из своего окружения. Ну, смотрите, мы рассматривали этот процент, смотрели статистику, анализы, исследования, вот в том или ином виде задумывается о своих финансах и ведет учет, неважно, это учет в виде Excel, да, в Excel ведет или в каких-то специализированных программах, или просто на листке бумаги что-то ведет, или, по крайней мере, планирует покупки крупные, да, порядка 10% населения, на самом деле, достаточно большой процент. Каждый десятый, то есть, если брать Россию, то примерно сколько у нас получается? Ну, там 14 миллионов, да. Это много, я считаю. Но уже говорить о качественном ведении учета, о обдуманном ведении учета, это в статистике гораздо меньше, но мы пока рассматриваем порядка 30% от пользователей банк-клиента. То есть, те люди, которые так или иначе сейчас уже пользуются банк-клиентом, они приходят к вопросу планирования финансов, потому что уже есть для этого соответствующие инструменты. Понятно, да, если, например, ты расплачиваешься по карточке, то тебе удобно потом посмотреть этот отчет, посмотреть как и что. А если ты оперируешь исключительно наличкой, то тут вот все-таки куда-то там потратил, потом пришел, надо вроде как-то заполнить что-то, потом каждый день это делать, устаешь, тяжело. Ну, облегчает мобильное приложение это дело, потому что телефон всегда под рукой, но все равно это дисциплина. Конечно, автоматический учет по картам, он намного интересен и даже так, сравнивая статистику нашу, в среднем по России по картам тратится 10% безналом и 90% снимается наличкой. А в нашем сервисе люди, когда пользуются картами, этот процент врастает до 50%, то есть 50% его оборота уже идет через безнал. И только 50% он снимает наличкой, тратит на какие-то нужные. То есть это показатель в том числе, ну, как бы уже продвинуться, что ли, пользователей, да, и удобство использования банковских карт. Мне кажется, вот учет вести часто вынуждает то, что есть много различных, как бы, источников, то есть есть кредитная карта, есть дебетовая карта, есть наличные, есть еще какой-то там, еще счет где-то, да, счет в банке депозитный. И вот это все нужно как-то организовывать, то есть понимать, а сколько у тебя денег сейчас. И вот в этом случае, конечно, учет очень сильно помогает, но учет это только одна часть, по сути, то есть есть учет, есть планирование и есть, собственно, конечная цель. То есть когда у тебя остаются какие-то деньги, и после этого нужно их, видимо, для того, чтобы эффективно использовать финансы, нужно их как бы отдавать в работу, по сути, да, как-то использовать эти деньги. Это вот немножко отдельный момент, то есть если про учет мы, в принципе, более-менее представляем, есть какие-то сервисы, есть такие, как ваш сервис, есть, ну, по сути, даже вот Excel. Я пользуюсь, например, Excel, то есть там очень удачное средство, pivot tables, таблицы, которые в итоге позволяют такую мини-базу данных вести, аналитику, собственно, по каким-то категориям выдавать. То есть я могу всегда посмотреть, сколько я потратил, грубо говоря, на питание в месяц, там, в сентябре, год назад. И сравнить с текущим месяцем, смотреть, как бы, какова моя личная инфляция, каково мое потребление, и, допустим, проанализировать мое соотношение доходов и расходов. То есть если расходы поделить на доходы, получается какой-то некий коэффициент. Ну, то же самое делает Изи Финанс, только в более простом виде вам ничего не настраивать не нужно. То есть мы это уже даем, поэтому не нужно как с Excel возиться. Так что рекомендую попробовать нас, а тем более, если банковские карты есть там, ведущих банков, то снять себе головную боль учета. — Михаил, положа руку на сердце, ничего не хочу сказать плохого про Изи Финанс, но все-таки это сторонний сервис. В чем прелесть Excel? В том, что Excel останется всегда со мной, а ваш сервис, ну, он сейчас есть, завтра, ну, может такое быть, что мало ли что тут какие-то проблемы. То есть вот здесь еще такой есть тонкий момент, отдавать свою информацию на сторону. — Тема, отдавать ли на сторону, вопрос такой, что я всегда говорю, что Excel это хорошая вещь, но у самого человека тоже рисков не меньше потерять информацию. Диск умер, там компьютер этот сгорел, там еще что-то произошло. Excel недоступен, а Google Docs это уже тоже отдать кому-то данные и так далее, и так далее. Но мы идем навстречу пользователям, и вот мы сейчас готовим новый релиз, у нас будет бэкап онлайн, офлайн. То есть, соответственно, пользователь всегда может иметь слепок своих данных у себя где-то, и вот если вы говорите об этих страшных вещах, то в данном случае у него все остается, и он может этими данными дальше двигаться или в другой какой-то сервис, или в тот же Excel. — Телефон прямого эфира 495, это код города 6510996, вы можете позвонить и высказаться, ведете ли вы учет, и если ведете, то где, где-то у себя на компьютере, либо пользуясь какими-то внешними сервисами, собственно, подвергаясь некому абстрактному риску. Хотя вот Михаил говорит, что риск не сильно большой, но тем не менее, всегда есть определенный риск. Высказаться на эту тему, либо можете написать на сайт Finam.fm. А если брать ситуацию с какими-то вот средствами для учета, программными продуктами, а каков этот рынок вообще? Вот кто основные игроки? — Ну, я бы сказал бы, что этот рынок формируется, и поэтому я, наверное, стал вкладываться в это дело, потому что увидел в этом новую серьезную нишу. — Но все-таки, насколько я знаю, много же таких компаний. — Они существовали, существует. Вся логика в том, что продукт учета в онлайне, в том виде, в котором мы сейчас уже его делаем, это новое слово, новый подход. То есть это снятие головных болей с человека, поведение учета, интеграция с банками, получение лучших продуктов от банка, учет, анализ, опять же, автоматический, чтобы человеку наблюдать с голубой каемочкой и приносить правильный ответ. То есть вот как пример про накопление. Человек держит накопление у себя просто на расчетных счетах, система анализирует остатки, умножает на проценты, просто показывает упущенную выгоду. И это серьезно подталкивает человека к тому, что все-таки съездить в отделение, к сожалению, пока еще необходимо ездить во все эти отделения банков, да, и разместить там депозит, хотя бы депозит. Если он уже эту проблему для себя решил, вот я хотел сказать, что у нас два кровопользователя, да, у одних проблема денег мало, поэтому их нужно считать, то есть, потому что есть потребительские кредиты и так далее, нельзя попадать в просрочку и все прочее. У других уже есть деньги, их тоже надо считать, понимаете, разные цели. Есть такое заблуждение, на мой взгляд, заблуждение, что если денег особо нет, то а что их считать? Вот когда будут, тогда и начну считать. Ну, их никогда не будет. На самом деле, вот... В том-то и дело. Я, если говорить о себе, в свое время также начинал вести учет и ввел его как раз в Excel, да, и тоже составил некую систему бюджетирования, почему потом от нее отказался, как раз из-за неудобства, что она недоступна 24 часа, да, и как раз задумался о том, было бы неплохо иметь такой сервис, стал искать в интернете, ничего хорошего не нашел. А почему 24 часа недоступна? Ну, потому что все-таки это был в Excel, и его нужно куда-то там в почту, еще что-то, это все уже не совсем, ну, удобно, я бы сказал бы, да. Так забил логин, пароль, и получаешь сразу в нужном виде всю информацию. Если есть интернет. Если есть интернет, да. А бывает, что его и нету. Ну, тогда и в Excel не успеешь зайти, потому что надо ехать домой, да. Можно ноутбук с тобой носить. Или, допустим, планшетник, или телефон забивать. Опять же, утеря планшетника, я утерял все данные. А в сохранении бэкапов забыл автоматически это делать, да, и опять же потерял данные. Поэтому я пришел к модели, к SAS, SAS как решение, да, сервис как услуга, искал это в интернете и подумал, почему не создать в России такой сервис. И в итоге мы сейчас, ну, фактически номер один. А вы, давно сервис существует? Мы запустили в конце 2009 года, то есть, ну, вот почти... Сколько у вас пользователей? 70 тысяч сейчас. 70 тысяч. Активных или всего? Всего, активное ядро порядка 20-25 тысяч. То есть, те, кто реально каждый день пользуется. Ну, вот часто такое бывает, знаете, человек с понедельника начинает вести учет, а где-то до среды его хватает, а потом в четверг уже как-то уже лень, уже конец недели. И вот, знаете, как фитнес, то же самое. Ну, понятно. Ваша статистика это подтверждает, да? Люди начинают и потом... Я бы сказал бы, есть такие, так сказать, интервалы терпения. Это один день, два-три дня и месяц. Вот если человек продержался месяц, как правило, уже будет держаться долго. То есть, уже формируется привычка. Да, привычка формируется, формируется история, которая начинает дорожить, потому что история помогает во многих вещах, в разбирательствах с банками, там, да, там, ответы, вопросы, да, назовите последнюю операцию по вашей карте, чтобы ее разблокировать, да, и так далее, и так далее. Человек начинает уже эту историю оберегать, ее и начинает вести. А вот такой переломный момент, один-три дня, неделя, это когда человек просто еще не ставится на эти рельсы. Но вот как раз учет по картам позволяет этого избежать, потому что тогда не нужно вести руками, меньше нужно проявлять такой дисциплины. Ну, выписка, в принципе, она и так доступна, только она может быть не в том формате, не в таком удобном формате, в котором она могла бы быть. Ну, и, как правило, не за тот период, потому что мы храним у пользователя все его данные, да. А банки вводят какие-то ограничения, можно иногда посмотреть только за последний год выписку, там, или еще что-то. В данном случае наш пользователь выигрывает то, что у него вся информация обо всех банках, о всех счетах, о всех долгах, которые он кому-то давал или кого-то занимал. И эта информация не режется, она вот с момента его, так сказать, прихода в визе финансов. Михаил, а вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, какое соотношение должно быть вот идеальное доходов к расходам? То есть, есть вот этот коэффициент, да, расходы, поделенные на доходы. Да, если он, соответственно, точнее, доходы, поделенные на расходы. Если он меньше одного, то есть, соответственно, если вы зарабатываете сильно больше, чем вы теряете, то есть, ну, тратите, скажем так, не теряете, конечно. Допустим, 10% вы тратите на жизнь, остальное откладываете. То есть, 0,1, да, коэффициент. Вот, либо там половину, вот как вы считаете, для вас, какой хороший коэффициент? Ну, я считаю, хороший коэффициент 1 к 3, доходы превышают расходы в 3 раза. Но стремиться надо к 1 к 10, да? Да, это позволяет совсем другие вещи делать, развиваться, двигаться туда, куда хочешь. Но если говорить о средней статистике, то все-таки доходы должны превышать минимум на 10-15% расходов. Ну, очевидно, иначе ничего не останется. Вот, и с этого нужно начинать, вот это нужно обеспечить, дальше легче будет. Хорошо, мы поговорили про учет, сейчас через, после новостей поговорим о планировании, оставайтесь с нами. Обсуждаем личные финансы с Михаилом Поповым, основателем easyfinance.ru, сервиса по учету персональных финансов, как раз личных расходов, доходов и так далее. Что это позволяет делать? Ну, во-первых, позволяет понимать по категориям, что, на какую категорию, какие траты, там, скажем, за какой период времени произошли. То есть, на бензин, скажем, за 3 месяца я потратил столько-то. Ну, и, соответственно, делать какие-то выводы. То есть, на мой взгляд, главное, это то, что вот та статистика, которая набирается, она позволяет делать какие-то выводы. Ну, это касается, что касается учета, здесь вроде более-менее все понятно, а вот, что касается планирования, здесь интереснее. Вот, учет же сам по себе, он, это просто статическая информация, нам надо ставить какие-то цели, то есть, надо как-то планировать. Есть план и есть факт, ну, известно, да, бухгалтерия. То есть, есть, например, какой-то бюджет на категорию, там, развлечения. У меня, вот, могу сказать про себя, самые зверские категории – это рестораны и развлечения. Это не только у вас, на самом деле. Средняя статистика об этом говорит, что так, это у большинства людей. Поэтому я ввел категорию обязательные расходы и необязательные расходы, то есть, то, без чего я, в принципе, не могу прожить, там, продукты в магазине, да, ну, очевидно, да, или, там, бензинная машина. Квартплата, бензин, софт, да, да, и необязательные расходы, это расходы, которые я, в общем-то, мог бы и не делать, ничего со мной такого бы не случилось. И, соответственно, ставлю себе некий план, вот, что у меня должна быть, есть какой-то бюджет на категорию, там, развлечения, условно говоря. И, в общем, стараюсь, как бы, в этом удержаться. Я бы сказал, да, что делятся категории на две вещи, которые обеспечат безопасность жизни и комфорт жизни. Вот, первая часть, которая обязательна, и, как правило, обеспечивает безопасность жизни. То есть, нельзя остаться без крова, без еды, уже сейчас без сотовой связи, там, без бензина и так далее, те вещи, которые… А без устриц можно. А без устриц можно, да. Есть бюджет комфорта, он у каждого человека разный, но его можно варьировать, да, если, там, ситуация более-менее улучшается, можно его расширять этот бюджет, если ухудшается, то сокращать. Но, действительно, у вас абсолютно правильный подход. То есть, есть какая-то, например, ну, медиана, среднее значение, вот, у меня, там, допустим, за, там, предыдущие 12 месяцев я тратил столько-то на, ну, скажем, там, на рестораны. Поэтому предполагается, что я вот за эту медиану не выйду, а если я очень сильно, там, поднапрягусь, то я смогу, например, там, сократить эти расходы, там, на 10 или на 20 процентов и, в общем, в конце месяца посмотреть на это все и порадоваться, как хорошо у меня это получилось. Мы принимаем мнение пользователей, телефон прямого эфира 495, это код города, 6510996, либо вы можете написать на Finam.fm, рассказать, как вы именно планируете и планируете ли вы, ведете ли вы учет личных финансов, помогает ли это, или, может быть, это занятие бесполезное, поскольку, в принципе, время-то это отнимает, да, а вот каких-то очевидных вещей, вроде денег-то больше не станет, по сути. Ну, если не брать каких-то совершенно, там, неэффективных способов использования денег, как, например, оплата банковских процентов ежемесячно, потому что вы пользуетесь кредитными картами, да, а банк-то, в общем-то, не дремлет, и это же бизнес, а бизнес хочет зарабатывать. Кстати, для многих пользователей является откровением какие-то доп. комиссии банковские, когда они начинают вести учет, потому что у них не бьется выписка, они начинают разбираться и находят эти суммы. Да, у нас на линии Евгений, Евгений, добрый вечер. Да, добрый вечер. Я вот хотел какое мнение высказать, но есть такая пословица хорошая, надо не меньше тратить, надо больше зарабатывать, стремиться. То есть, а я, как понимаю, сервис призван оптимизировать именно твои расходы. То есть, но получается такая вещь странная, как вот ты не планируешь сократить ресторан, но ты же не можешь сказать там жене, ребенку, ребят, давайте мы сегодня будем есть не то, что обычно, а вот там три корочки хлеба. Или если в развлечения, это подразумевает, что ты тратишь деньги, ну такой абсурдный, да, ну как бы момент, иррациональная трата денег. То есть, она не нужна никаким там зверям, да, другим животным. Только человек может пойти с целью потратить деньги. И как можно идти с целью потратить деньги, но экономить их при этом? То есть, тоже как бы абсурд получается, если в голове держать мысль, что сегодня я на 10% меньше дам ребенку там прокатиться на колесе обозрения. Вот, и я считаю, что, конечно, трата времени бессмысленная. Лучше это время, потраченное на забивание, сокращение вот этих вот моментов, опустить в мозги, чтобы больше заработать эти 10% и не париться. Тогда можно тратить, как обычно, а еще 10% будет оставаться. Евгений, спасибо, спасибо за мнение. Я думаю, что оно, в принципе, достаточно распространенное. Как вы считаете, Михаил? Да, распространенное мнение, и я могу сказать, что все-таки ключевая вещь действительно больше зарабатывать, чем тратить. Но вот, чтобы созреть к этой информации, нужно себя увидеть и задуматься. И вот, когда человек начинает вести учет, и самое главное, что я в начале нашего разговора сказал, это поставить себе цель. Вот тогда он понимает, что совсем он живет неправильно, и действительно нужно больше зарабатывать. Начинает смотреть, как больше зарабатывать, какие учебные программы использовать для того, чтобы делать карьеру, допустим, или заниматься собственным бизнесом. И тогда ему потребуются деньги на эти учебные программы, да, либо еще какие-то вещи, которыми необходимы. Вот тогда он начнет работать со своим бюджетом. И это все обдуманно. Не надо воспринимать учет как самоцель. И это как раз те пользователи, которые вот на это делают большой упор, а потом не делают из этого выводов. Они действительно тратят время. Но плюс онлайн решение в том, что мы и двигаемся в эту сторону, мы начинаем много что пытаться подсказывать. То есть не оставляем пользователя одного с собой наедине, да. А даем ему статистику, даем статистику по другим пользователям, даем статистику, допустим, по целям, которые он поставил, сколько уже достигло людей этих целей. Подталкиваем его к тому, чтобы он чувствовал в себе силы и двигался в нужном направлении. Я бы еще вот так сказал, поскольку вопрос был довольно конкретный, зачем же отказывать семье там и на 10% пытаться как-то ужать их. Мне кажется, здесь, если смотреть на это с точки зрения только ужиматься, но не видно действительно цели, то есть вы очень правильно сказали, Михаил, абсолютно. А если смотреть на это с точки зрения, что либо вы сейчас получаете, допустим, может быть, не устрицу, а картошку с котлетой, то в будущем вы будете иметь возможность то, то и то. То есть, допустим, поехать куда-то учиться. Ну да, будем так говорить, если даже хотят потратить. Если ребенок и ребенку это рассказать или жене, они поймут. На мой взгляд, вот такой ответ здесь. И я сказал бы, что это даже полезно, потому что ребенок в этой ситуации поймет более важные вещи, даже в раннем возрасте, да, и сам как-то обдуманно будет развиваться, он будет привыкать к этому подходу, к этой философии, да. То есть цели можно оставить вместе, там, всей семьей. Давайте поедем вот туда, там, за границу, там, в такой-то город. Вот это все прописали. И поэтому мы сегодня не идем есть мороженое. И ребенок это поймет. Но почему-то сразу все воспринимают, что будет жесткая экономия, все будут ходить в льняных одеждах, там, и так далее, и так далее, и умирать от голода. Да нет, 10-15% всегда можно вытащить безболезненно, но не каждый сейчас это делает. Причем, знаете, вот смотрите, постановка вопроса какая. Надо не меньше тратить, а больше зарабатывать. А нельзя это делать одновременно? Можно. Вот, то есть у нас как бы есть психология, что либо так, либо так. Да, больше зарабатывать и рационально тратить. Вот этот разрыв между доходом и расходом, он возникает только от рациональности. Я могу заверить, что вот у меня доходы всегда росли, и если не сдерживать рост расходов, у вас всегда будет коэффициент единица. Доходы равны расходы. Абсолютно точно. Я вот абсолютно тоже могу сказать из личного опыта, сколько бы я ни зарабатывал, всегда практически все тратил. До какого-то момента. Потом, конечно, взялся за ум, но абсолютно не важно, сколько вы зарабатываете, всегда будут проблемы с тем, что будет на что-то не хватать, будет чего-то хотеться. А будут возникать такие моменты, когда просто, ну вот, деньги, допустим, не успеваешь даже тратить. И ты уже просто приходишь и тратишь на совершенно необдуманные вещи, просто потому что они у тебя есть, эти деньги. И ты не видишь возможности потратить как-то по-другому. То есть потому что ты не делаешь прогноз, не анализируешь. Окей. Ну что ж, вот у нас было мнение Евгения, что все-таки надо больше зарабатывать, а заморачиваться с учетом финансов, может быть, и не стоит. Теперь, наверное, если у нас есть все-таки среди радиослушателей человек, который ведет учет личных финансов и может аргументированно объяснить для чего и чем он помог, то мы с удовольствием его выслушаем по телефону прямого эфира 495, это код города 6510996. Либо можете написать на сайт Финам.фм, но лучше, конечно, позвонить в прямой эфир. Итак, допустим, мы откладываем 10%, 15%, кто-то посредством, кто-то может больше, кто-то может меньше, образуется некий капитал. Вот это самая приятная уже часть. Вот этот капитал, по идее, ну мы все, наверное, ну не все, конечно, но многие читали Киосаки, многие читали, понимают принципы Киосаки, есть пассивы, есть активы. Соответственно, то, что генерирует деньги, то, что деньги забирают. Является активом, да, то, что не генерирует, забирает, спасибо. Соответственно, если у вас поток входящий больше, чем исходящий, соответственно, у вас остается какой-то излишек и вот он капитал. Теперь интересный момент, как заставить его работать на вас. Но перед тем, как мы это начнем обсуждать, у нас Александр. Александр дозвонился, Александр, вы можете говорить. Здравствуйте. Добрый день. Значит, у меня лет 8 опыта ведения личной бухгалтерии. Отлично, отлично. Значит, могу сказать первое, что Excel не дает сложной глубины проникновения, скажем так. Довольно сложно все настроить. А что вы имеете в виду, глубина, например? Ну, то есть, если поделить не на 110 больших групп расходов, а много-много-много, то в Excel настроить тяжело и обрабатывать потом тяжело. То есть, какая-то база данных нужна. А вы имеете в виду категории родительские, дочерние и так далее, да? Ну, то есть, я вел 3 года в Excel, потом пришел к тому, что нужна база данных. Значит, на базе данных некую вел. Она сейчас уже не поддерживается проектом. И там, на самом деле, вот буквально видны сразу интересные очень вещи, если начать по группам раскидывать. Ну, в основном говоря, съездил в кипермаркет, посмотрел, из чека 5000 еды на 2, и из этих двух еще водки на 1000. Удивительное про себя начинаешь узнавать, да? Да, да. И, на самом деле, я забросил, потому что начал ругаться с женой по этому поводу. Потому что, значит, там была группа расходов с жена, когда она увидела, что, значит, 30% бюджета уходит, там написано, жена. Начал ругаться. Как так? Что я столько трачу? Я говорю, ну, давай, значит, ты тоже участвуешь в это ведение бухгалтерии. Значит, каждый день начинают спрашивать, о чем потратил, и в итоге поругались, что, а что ты мои прокладки считаешь? Вот. И на самом деле считать не тяжело, то есть, просто надо вот за день, каждый день это делать, за день собираешь все свои чеки, вечером спиваешь. У меня вообще никаких проблем, 10 минут занимает это все дело. То есть, вам это нравится, вы видите, от этого пользуют, несмотря даже на эксперимент, точнее, негативное эксперимент. Ну, я вот сейчас не думал, что я обрубался, но она говорит, все, хватит. То есть, у меня сейчас только в их цели табличка текущих, как бы, финансов, какие деньги есть на каких счетах. Ну, за 8 лет что-то удалось сэкономить, какой-то капитал? Ну, кстати, планировать не получалось. То есть, вот, по факту в конце месяца можно сесть вдвоем и посчитать. А вот, посмотри, у нас 30% бюджета ушло на медицину, допустим. То есть, поделиться, да, или ужаснуться. И еще 20% на рестораны, и, как бы, удивиться сильно этому, и подумать, может быть, что-то в своей жизни изменить после этого. Ну, вот, экономить не получалось, нет. Я, кстати, читал насчет вот этих 10%, которые, ну, стоит откладывать из бюджета, что большинство людей, которые начинают этим заниматься, ну, в первые 3 года, когда накапливают достаточно большую сумму, тратят ее куда-нибудь. То есть, это, как бы... Ну, какие-то существенные покупки, квартиры, машины. Очень тяжело удержаться, да, да, очень тяжело удержаться. Нет, ну, а нет же задачи уйти с максимальным остатком денежных средств в ящик. Конечно. Нет, да я знаю, откуда это пошло. То есть, есть же, как бы, система, там, каждый месяц клади 100 долларов, условно говоря, через 20 лет там будет миллион. Вот. Но в этих рамках мало кто удерживается, и, на самом деле, говорят, что, вот, если не 10, а 80% откладываешь, вот тогда ты будешь миллионером, и довольно скоро они тратят. Ясно. Александр, спасибо, спасибо вам. Ситуация понятна. Вот, можно сказать, положительный опыт, хотя с некоторыми нюансами. Ну, здесь как раз вот хочу сказать, почему не получилось, и там конфликт в семье был, как раз надо начинать, чтобы она была с целей. Вот если бы они совместно с женой поставили цель, ради чего все это делается, потом бы ей бы легче было что-то воспринимать. А так, вроде как, действительно идет подсчет чужих денег там и так далее. Хорошо. Ну, мне кажется, на самом деле, вот личная эффективность человека, который видит то, как он распоряжается своим ресурсом, а деньги – это ресурсы, на самом деле возрастает. И это очень важно – иметь возможность делать себя немного лучше. После новостей поговорим о том, о тех целях, которые можно достигнуть с точки зрения распоряжения свободный капитал. После новостей. До свидания. Продолжаем нашу программу «Личные финансы». То, что, конечно же, касается каждого из нас. Обсуждаем учет, планирование, постановку целей и, собственно, те выгоды, которые мы получаем. От этого обсуждаем с Поповым Михаилом, который является основателем сервиса «Изи Финанс». Ну и, кроме того, занимает различные высокие финансовые должности в таких компаниях, как «Борг», «ДСК-2», «Амтел», «Фредистайн» и «Магнит». То есть, явно, опыт у вас, Михаил, в этом плане довольно существенный. В основном, как бы, всегда были проекты какие-то по улучшению деятельности. И здесь и опыт в IT как раз появился, и потом работа с людьми. Поэтому сейчас этот проект, который я реализую, мне достаточно в каких-то вопросах легко, потому что уже есть от чего оттолкнуться. Остановились мы на том моменте, что человек становится эффективнее, если он анализирует и как-то пытается оптимизировать свои ресурсы. А финансы – это ресурс, на самом деле. И в этом плане, собственно, такая человеческая деятельность в управлении своих ресурсов очень похожа на бизнес, на самом деле. Потому что бизнес всегда имеет бэк-офис, который анализирует, который как-то учитывает финансы. Есть бухгалтерия, которая больше для отчетности перед государством. Есть финансовый отдел, который, соответственно, регулирует все эти входящие, выходящие потоки, пытается как-то бюджетировать их и так далее. Но мы позициируем нашу систему «Тезифинанс» как личный финансовый директор, фактически, для человека. То есть, с точки зрения бизнеса, это довольно важная вещь. И человек, который это делает, который может это делать, он, в принципе, очень хорошо понимает, как построить такие же финансовые потоки, как построить такой же контроль и для собственного бизнеса. Но давайте поговорим больше о том, зачем это делать. То есть, вот накопились какие-то средства. Что с ними делать? Есть несколько вариантов. Тот же Киосаки предлагает, по сути, три основных варианта. Это управление деньгами, то есть, вкладывание денег, банк на депозит, либо покупка облигаций. То есть, вы деньги, по сути, отдаете в долг какой-то компании. Ну да, и живете на проценты. И живете на проценты, да. То есть, деньги как-то начинают работать. То есть, либо бизнес, собственный бизнес, либо покупка чужого бизнеса. Это второе такое направление. Ну и, наверное, можно еще упомянуть недвижимость. Когда вы покупаете недвижимость, сдаете ее в аренду и получаете некие рентные платежи. Вот те способы, которыми можно увеличить ваш изначальный капитал. Может быть, я что-то забыл, Михаил. Поправьте меня. Нет, в целом именно так. Вопрос ситуации. У каждого она разная. И у каждого разный коэффициент роста доходов. И, по большому счету, у каждого есть потолок первичных доходов, да. Так или иначе. То есть, силы способности, образование первичного, там, и так далее, и так далее. Поэтому я бы делил таким образом несколько шагов. То есть, в первую очередь, человек должен улучшить, ну, свой быт и стать уже независимым в быту. То есть, это может быть решить вопрос, там, с недвижимостью, там, и так далее. Не гнаться за самый дорогой, но получить уже какую-то независимость. Потому что тяжело быть независимым на работе, а очень часто независимость толкает тебя вперед и идет, дается развитие. Когда ты думаешь о проценте по ипотеке, я могу даже вспомнить, там, свой опыт, когда сидишь на сайте директоров, да, и смотришь, там, что старшие товарищи говорят, и где-то с этим не согласен. А ты сидишь на ипотеке и думаешь, ну, ладно, промолчу, ваши деньги, теряйте. А в этот момент, потому что это конфликт, да, ну, рано или поздно ты все равно этот конфликт поднимаешь, можешь уйти из компании, можешь, наоборот, вырасти, но независимость дает свободу выбора, да. И вот, прежде всего, я считаю, что человек сначала должен не гнаться за какими-то суперприбыльными проектами или рискованными, а вот эту прослойку себе создать. Вот эту независимость первую, чтобы не думать о завтрашнем дне, вот ближайший год-два хотя бы. То есть банально просто накопление, да? Накопление, реализация там просто в той квартире, где он живет и так далее. Ничего страшного, что говорят, что уважение в недвижимость сейчас там не актуально. Да, когда ты покупаешь пятую квартиру, может быть, не актуально, но первую, небольшую, чтобы больше не думать о брендных платежах и так далее, это, в принципе, нормально. Я считаю, что это не лишний трат от денег. Но сразу ты не накопишь, наверное, а где хранить деньги? Если их хранить под матрасом, они же сгорают, инфляция. Да, но это депозиты, в первую очередь. На самом деле, если денег немного, то депозиты. Если денег уже там больше порядка 200 тысяч долларов, то нужно общаться с банками о приватбанкинге. И здесь могут предложить различные там подходы, там еврооблигации, еще что-либо. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Все зависит от ситуации рынка в данный момент, да, и что могут предложить консультанты. Нужно походить, как говорится, по врачам, походить по разным консультантам банковским и независимым, получить множество оценок, сформировать какой-то выбор и уже его сделать. Вот, кстати, наш как раз сервис «Изифинанс», мы движем в эту сторону, чтобы вот это все происходило у нас на площадке. Вы хотите помогать людям, именно распоряжаться теми излишками, которые у них возникают? Показывать куда лучше, подсказывать, сравнить с другими пользователями. А у этого при таком доходе уже вот такой расклад, а ты еще этого не достиг, соответственно, задумайся почему. Михаил, ну вот я не могу просто не спросить об «Изифинанс» как о бизнесе. Как бизнес, вот этот сервис, этот сайт, я на самом деле зашел, посмотрел перед нашим эфиром и не нашел каких-то очевидной какой-то монетизации. То есть, я так понимаю, что у вас реклама, да, в основном? Ну, два потока на самом деле. Первый поток – это реклама, естественно, от финансовых организаций, там, от банков, страховых компаний, доверительных фондов, образовательных каких-то программ платных и так далее. У меня есть такое, как бы, ну, не то чтобы мнение, ну, можно сказать, что мнение, да, на основе моего опыта. Я, в общем, не очень верю, что реклама очень хорошо монетизируется. Вот именно рекламная часть, баннеры вот на сайтах, они не очень много. У нас очень хорошая аудитория на самом деле. Мы уже проводили ряд, там, исследований, отклики хорошие на эту рекламу. Когда она целевая, мы же можем сегментировать, показывать конкретно тем, кому она интересна. То есть, не задолбливать человека доверительными фондами, когда у него вопрос, как перекредитоваться, да? Ну, ясно. И так далее. То есть, это первая часть, то есть, у нас хорошая аудитория плюс хорошее сегментирование. Это первая часть дохода. Вторая часть дохода, которую мы сейчас развиваем, и вот тоже новый релиз об этом, это премиум аккаунты, где больше функций, вот то, что я сказал, в том числе бэкапы. Это те пользователи, которые, что называется, как бы пришли к вам, поверив, теперь вы говорите, а вот эти вещи будут платные. Часть из услуг всегда была платная. То есть, у нас было смс-оповещение, то есть, можно планировать будущие платежи. А, то есть, все-таки есть. Да, ставить смс-оповещение, имейл-оповещение и получать вовремя эту информацию на телефоны, да? У нас, соответственно, там, мы делали там мобильные версии, сейчас вот вторую версию готовим, там, синхронизация там с айфоном, с андроидом, там и так далее. То есть, и мы эту тему будем дальше развивать. Но основной функционал, вот для новичка, он бесплатен. И мы считаем, что так и правильно, потому что, когда человек созревает, понимает, он действительно, ему требуются какие-то новые функции, и он готов за них платить. Тем более, стоимость, там, аккаунта в районе, там, смс-оповещения у банка, да? Это небольшие деньги. Тогда вот такой прямой вопрос, а купилось, купился ли вот этот бизнес? В процессе, в процессе, на самом деле, мы… Пока еще нет, да? Да, мы таковую монетизацию запустили с апреля. Уже получаем первые доходы от рекламы. Сколько всего было вложений, вот так примерно? Ну, честно говоря, не хочется это озвучивать, потому что сейчас есть некие, там, переговоры у нас с инвесторами и так далее, и это всегда сделка, да? Всегда продажа доли компании, это сделка. Понятно, хорошо. Тогда, да. Ну, это серьезные ресурсы, поймите, три года, есть люди, которые получают зарплату и так далее. То есть, здесь можно примерно прикинуть… Какая команда? Сколько человек? Ну, в разное время, там, до десяти человек у нас доходило, и сейчас мы перешли часть команды, вывели в аутсорсинг, и это снизило бюджет расходов, потому что мы там часть разработок введем в аутсорсинг. Это, на мой взгляд, сейчас более правильный подход. Компетенция все равно у нас, но мы можем достаточно мобильно расширять команду, сокращать команду, если нам необходимо и так далее. Вот. Но сейчас мы будем расширять, потому что у нас активно банки хотят с нами интегрироваться и встраивать себе в банк-клиент наше решение. То есть, вот уже, если говорить о потребности, то у банков есть потребность, чтобы их пользователи начинали вести личные финансы. И они видят наш сервис, как такой быстрый шаг к тому, чтобы этот сервис дать своим клиентам. Поэтому вот сейчас работа уже и переговоры ведется и так далее, то есть потребует у нас рост ресурсов в этом направлении, но это того стоит. А за счет чего вот вы так продвинулись, на самом деле? Потому что буквально несколько, год назад я ничего не слышал про Изи Финанс, и тут вот вы как-то вышли на первый план, на самом деле это могу сказать, что это не реклама, это действительно так. Я вот действительно увидел, что сервис развивается как-то. За счет чего это произошло? Я бы сказал бы, что здесь никакого чуда нет, это работа. А работа, прежде чем направлена на наших пользователей, то есть мы никогда не бежали в угоду даже каким-то коммерческим проектам, если это не нужно нашим пользователям. Поэтому я скажу, что львина доля трафика – это рекомендации. Рекомендации от тех, кто уже пользуется. И, соответственно, и трафик целевой, то есть человек, когда уже пришел, больше шансов, что он останется в системе, потому что ему Изи Финанс порекомендовал друг или товарищ, подруга и так далее. То есть кто-то уже на своем опыте, и может, кстати, показать, как учитель, да, вот смотри, я веду вот так, тут удобно, тут такие штучки и так далее, да. А зачем продавать-то хотите? Ну, вы сказали, что вы хотите какую-то долю, видимо. Да, просто, да, транш, но развитие, развитие. Нам нужно идти более быстрыми темпами, потому что действительно сейчас есть серьезная ниша, которая вот уже замаячила. Мы, в принципе, о ней и думали, когда создавали этот сервис. И для того, чтобы эту нишу успеть, как говорится, занять, нужно просто больше ресурсов кладать. Ниша именно вот то, что вы говорили, в банке, да? Да, с банкингом, да, с платежными системами и так далее. То есть, по сути, вы как бы интегрируете, допустим, с тем же Ситибанком, и пользователь, по сути, открывает сторонней компании всю информацию, которая касается его… Да, он и сейчас открывает свою информацию, когда ставит, отправляет выписку на почту мне, mail.ru или gmail.com. Поэтому он открывает доступ к себе в свой аккаунт. И это то, что, в принципе, позволяет и наше законодательство и так далее. Проблем с этим нет. И банк, естественно, должен об этом знать, конечно же. Да. Или не обязательно. Но если он делает в банк-клиенте эту настройку, то это решение пользователя. С банком в этом плане договориться не надо. Но мы сейчас просто говорим о более серьезной интеграции, когда клиент, допустим, заходит в банк, в свой банкинг, да? И там видит Easy Finance как площадку учета. Это повышает лояльность к банку на самом деле. И я бы сказал бы, что сам банк может больше продуктов предложить обдуманно уже этому же человеку. И как будет строиться партнерство с банками? То есть на каких примерно условиях? Можете сказать, вот ожидания? Ну, платное подключение банка к этой системе и встраивание. Там обонплата какая-то. Вам, наверное, взять надо несколько крупных банков, может быть, даже на каких-то льготных или бесплатных условиях. Потому что Ситибанк все-таки, допустим, это такой гигант. Ну, мы сейчас говорим даже не о Ситибанке. Там есть ряд серьезных российских банков, которые вперед смотрят. Ситибанк, конечно, с ним, наверное, сложнее было бы. Да, да. Вот. Которые серьезно в этом заинтересованы. Есть средние банки, которые понимают, что их IT, тем более, не должны этим заниматься. И лучше это делать там с профессиональной командой. Ну, по условиям, да, это внедрение, стоимость внедрения, там, обонплата. У нас есть модель с платежными системами, там, с порталами, где разделение дохода от платных услуг. То есть, если клиент пришел со стороны портала какого-то информационного, и при этом он платит за какие-то услуги, то идет разделение дохода. То есть, мы, в принципе, строим как некую платформу. Платформу у нас, там, мы готовим API, которую будем раздавать всем, соответственно, наше решение можно встраивать себе там в любые сайты, если это необходимо, там, или тематика близкая. А вот вам конкретно, что-то, вот, когда вы начали учитывать свои финансы, какой-то прорыв произошел? Да, произошел. В чем он заключался? Ну, осознание того, где находишься, что нужно делать, первые цели, которые поставил, там, по финансовой подушке и так далее. Ну, в принципе, сейчас то, что я занимаюсь и не думаю, там, буквально, там, чем, как бы, какие доходы будут завтра, да, могу в эту деятельность складываться и заниматься, это, как раз, источник предыдущих действий, я бы сказал. Ну, что ж, замечательно, обсудили тему личных финансов, поняли, как вести учет, как планировать, какие ставить цели, обсудили с Михаилом Поповым, основателем компании easyfinance.ru. Михаил, большое спасибо, что пришли. Спасибо, Игорь. А это была программа «Бизнес-класс» на Finam.fm, я, Георгий Вербицкий. Удачи вам, делайте деньги с удовольствием.